Здравствуйте! В эфире программа День города. О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. Мусорные войны в деревне Зеленино-Рыбновского района вновь в скандал. Рязанские автоподставщики как не нужно зарабатывать на своем авто. Святилище для курсантов в Академии ФСИН России состоялось освящение храма в честь преподобного Сергия Радонежского. У мусорного полигона в районе деревни Зеленино-Рыбновского района вновь в скандал. На свалку по-прежнему везут мусор практически со всей России. Эта история долгоиграющая. При нашем непосредственном участии надлится вот уже год. Напомню, местные жители несколько раз собирали народный сход. Вызывали местную полицию, природоохранного прокурора и даже депутатов. Но никакой реакции от властей не последовало. Основные этапы противостояния в нашем материале. У свалки возле села Зеленино вновь неспокойно. С момента последнего приезда нашей съемочной группы полигон сильно раздался, как в рост, так и в шире. Группа активистов снова вышла на охоту за грузовиками из других регионов, но в этот раз, обычно забитая до отказа и от этого уже порядком разбитая, дорога почти пуста. За исключением вот этого прицепа. Номера тверские. Хозяин авто окопался на территории свалки и выезжать категорически отказывается. Тем более, что к месту уже подтянулся наряд полиции. Впрочем, и бежать-то ему некуда. Прицеп подотчетный, а в данный момент еще и своеобразный вещдок. На протяжении уже большого времени московские машины сюда затаскивают мусор, так называемый, они его хотят обозвать ТБО, но здесь везутся всевозможные отходы, так скажем, и пищевые отходы, и отходы от конфиската. Запах в деревне жуткий, особенно во влажную погоду утром или вечером. Люди у нас там есть и астматики, поэтому дышать им трудно. Касается это и здоровье. Ну и претензии, в принципе, я думаю, самые главные претензии – возят мусор из Московской области. Не может такая гора мусора за два года вырасти и оказаться вот таким араратом. О том, что мусор на полигоне не местный, активисты повторяют без устали уже год. Не то, чтобы им никто не верил, но реакция и властей, и правоохранителей была более чем скромная. Вернее, ее не было вовсе, а нарушений здесь всегда хватало. Вот, пожалуйста, июль прошлого года. Ситуация один в один, как сейчас. Прямо у въезда на полигон уже другой мусоровоз оставил прицеп с все теми же владимирскими номерами, а сам отправился вываливать привезенное. Вот просто посреди куч. На выезде его, разумеется, встретили местные. Понятно, что активисты лица неофициальные, документы им можно и не показывать. Но вот прибывает наряд ДПС. Машина зарегистрирована на частное лицо. На него? Нет, на него. Он водитель. Откуда эти смешанные отходы производства? На фирму. Строить не один? А где машина? В Владимире. Ну, Владимире. Вот тебе и сказано. Вообще-то, стражам порядка водители обязаны предоставить документы. Но вдруг, оказывается, нагруз их нет вообще. Дескать, все накладные оставил охранникам полигона. Вот, идите сами и берите. Я не пойду туда. Я сейчас дежурку позвоню, вас арестуют. Ну, это, как, короче, там, из-под Москвы. Фирма там, это. Ну, из-под Москвы. Я же говорю, вон, еще одна машина. Откуда вы везете? С Южнопортовой улицы? А? С Южнопортовой улицы привозите? Нет. Откуда? Еще там, как она? На, это, на Рязанке. Вот вам прямая речь. Получается, из Москвы все-таки машины тоже сюда приходят? И не только из Москвы. Давайте спросим у водителей других машин. И вот странность, у этих товарищей тоже нет накладных. Как, человек, без документов будете заезжать на данную территорию? У вас прям угроз без документов? А как его должны принять без документов угроз? Что он там везет? Я вот спрашиваю. По всем правилам и нормам нашего законодательства не должны принять. На каком основании? Они у него при себе. Он их просто отказывается предоставить. Вот и все. В этом случае в отношении него должен быть составлен протокол об административном правонарушении. Вот и все. Вот только лишь административным правонарушением здесь не пахнет, а вони здесь вполне себе на уголовную статью. Кто и как проверяет приходящий на Зеленинский полигон мусор, вообще мало кто представляет. Это полигон ТБО. Никаких пищевых отходов здесь быть не должно. Как и радиоактивных. А чем черт не шутит? Документики-то отсутствуют. Тем более, что ложь здесь похожа в порядке вещей. Помните, мы ловили на слове местного хозяина свалки Олега Генералова? Вот он, этот момент. Мы принимаем мусор немножко с Касимовского района, немножко с Захаровского района. Никаких Москвы у нас, ничего у нас такого нет. То есть московского мусора у нас нет? Нет. 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 У нас только с Рязанской области. А теперь давайте спросим у Олега Генералова то же самое прямо у мусоровоза с Владимирскими номерами. Увидев нашу камеру, он сначала от нее прятался, а затем выдвинул свою версию. Да, фирма Экологик приобрела машину. Вот на 33 номерах. Сейчас идет переоформление. Мусор должен возиться. Из-за того, что из-за них останавливать вывоз мусора из Касимовского района, это просто несерьезно. На этот раз своим присутствием хозяин мусорки нас не осчастливил. Зато, похоже, прислал подручных. Вот эти парни внаглую снимали на камеру телефона номера машин всех возмущенных жителей. Не исключено, что с целью оказания дальнейшего давления. Впрочем, увидев, что их тоже снимают, оконфузились. Фотографируйте. Ну что, стесняешься? Вот с ним тоже, наверное. Сходил, фотографировал всех госномера автомобилей. Скорее всего, для того, чтобы оказывать давление на жителей ближайших сел, которые здесь являются. Стражи порядка, к слову, обоих молодчиков увезли в отдел. Этот эпизод обстановку только накалил. Начали звучать лозунги. Если меры приняты не будут, собираем подпись со всех окрестных деревень. Вот это вот все мы описываем. Все вот эти вот ответы, все. И отвозим Путину. Найдем. Не надо. Даже не по почте. Мы туда отвезем прямо в приемную. Вот имейте в виду. Кстати, за подписями дела не стало. Прямо в полицейской машине активисты составили коллективное обращение в полицию. Подписывали прямо на месте. А где же прокуратура, спросите вы? Неужели не обращала внимания все это время? Обращала. И даже год назад проводила комплексную проверку забором проб. Действующий на тот момент прокурор района Илья Максимов был настроен решительно. Была принята мной инициативная группа граждан местных населения, которая также обратилась к нам с жалобой по вопросу утилизации здесь мусора с московского региона. На данный момент мы будем проверять непосредственно соблюдение требований законодательства, как брать образцы, проверять имеются ли здесь захоронения радиоактивных отходов. Ну и параллельно посмотрим на организацию захоронения. Но потом вдруг оказалось, что пробы были взяты неверно, их забраковали, а сам прокурор Илья Максимов оказался в Магаданской области. Официально пошел на повышение. Новая проверка пока что только в мечтах активистов. Но надежду на правовой исход противостояния с полигоном зеленинцы не теряют. Хотя готовы перекрывать дорогу для мусоровозов из других регионов хоть каждый день. А еще они рассчитывают на помощь нового в Рио губернатора. Если, конечно, информацию до него доведут в полном объеме. Максим Васильев, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Необычный способ заработка нашли для себя рязанские бизнесмены. Вместо легального бизнеса они ступили на дорожку преступную. На чем зарабатывали рязанцы, расскажем далее. На кадрах оперативной съемки задержания так называемых автоподставщиков. Притом ребята решили пойти дальше. Они не просто подставляли свое авто под аварию, но и, как утверждают полицейские, мошенничали со страховыми выплатами. Кадры задержания чередуются один за другим. Всего полицейские отработали 14 человек. Покупалась машина и делалась подставная ДТП. Предприимчивый молодой человек, чье лицо скрыто в интересах следствия, сейчас легко рассказывает полицейским, на чем зарабатывал. Находили таких же хитрецов, которые за небольшое вознаграждение подставляли свое авто под удар. Такую идеальную, как он считал, схему придумал владелец автосервиса. Это по версии следствия. Машину потом на ремонт, а деньги по карманам. Все в выигрыше. Сколько получили денег по страховому случаю? 700 плюс там. 700, около 700, до миллиона где-то. Один раз автоподставщики все же просчитались. Под удар поставили дорогую иномарку, где создали иллюзию серьезных повреждений. Страховка покрыла не только ремонт. На полученные деньги можно было купить вторую, такую же машину. Казус в том, что через считанные дни авто, которое по документам восстановлению не подлежит, снова заметили на улицах города. Целехоньким. В ходе дальнейшей работы было установлено, что по той же схеме в регионе происходили и другие происшествия. По версии следствия, участниками организованной группы было инсценировано не менее 7 дорожно-транспортных происшествий. Фигуранты получили от страховых компаний выплаты на общую сумму порядка 2 миллионов рублей и намеревались получить еще более 800 тысяч. К уголовной ответственности привлекли 14 человек. Сейчас они под подпиской о невыезде. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество в сфере страхования». Максимальное наказание – до 5 лет лишения свободы. У Рязонской академии в СИН осветили храм в честь преподобного Сергия Радонежского, покровителя образования, учащихся и воинов. Божественную литургию возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Он отметил, что воспитание оступившихся – одна из самых тяжелых и ответственных педагогических задач. Более 94% коллектива вуза исповедуют православную веру. Учебное заведение расположено в центре старинного православного города с прославленной историей. Без духовного фундамента невозможно совершать добрые дела, достигать материального и экономического развития. Отметил начальник академии Сергей Никитюк. Процесс, которым мы занимаемся, это воспитание и обучение для нашей страны, для Федеральной службы исполнения наказаний, он будет приумножен. Руководство академии выразило слова благодарности за поддержку всех начинаний в развитии вуза Федеральной службы исполнения наказаний, правительству Рязанской области и администрации города Рязани, Рязанской митрополии, силовым ведомствам региона, друзьям и партнерам. И особую благодарность выпускнику Александру Лукьянову, на чьи средства построен храм. Я закончил академию в 2002 году, юридический факультет, и для меня это родные стены. Через неделю здесь состоится юбилейная дата для меня, 20 лет выпуска. Академия дала мне знания и фундаментальные знания и умения, которыми я пользуюсь до настоящего времени. И именно юридическое образование позволило мне достигнуть тех высот и того положения, кем я сейчас являюсь. Событие станет достойным подспорьем в патриотическом воспитании сотрудников уголовно-исполнительной системы, считает руководство. Приобщение подрастающего поколения к духовному и культурным ценностям народа, восстановлению исторической памяти. Место будет посвященное не только сам храм, но и само место. И поэтому будем готовить мы специалистов, тех, которые достойны будут служить нашей уголовной исполнительной системой. А требования для сотрудников, они сейчас очень большие. Честность, человеколюбие обязательно должно быть. Вот это с этого и начинается. И поэтому, придя в храм, ну как можно какой-то свершить грех, как об этом вообще думать. Храм назван именем Сергия Радонежского. В нем будет храниться частичка мощей святого. И это не случайное решение. Преподобный Сергий Радонежский всегда говорил о единстве. Он говорил, любовью и единением спасемся. А что может быть выше любви этой христианской добродетели? Выпускники этой академии несут тяжелое, непростое послушание. На них возложена трудная обязанность и большая ответственность пытаться быть педагогами в отношении людей, которые приступили закон. Храм этот будет действительно духовной лечебницей и местом духовного укрепления для преподавателей, сотрудников, студентов всей академии. Десять лет назад Академия ОФСИН России и Рязанская митрополия заключили договор. С тех пор представители РПЦ активно участвуют в групповых и индивидуальных формах воспитательной работы с курсантами, слушателями и студентами Академии. Отныне взаимодействие выходит на новый уровень. Сразу несколько хороших новостей о социальных выплатах поделились новостями в региональном пенсионном фонде. Речь идет как о деньгах для будущих мам, так и для семей с детьми. Подробности далее. Деньги дают не только за первого ребенка, но и на ранних сроках беременности. Для начала будущим матерям нужно встать на учет в медицинскую организацию. Сделать это нужно в первые 12 недель. Но есть один нюанс. Как обычно, выплаты рассчитываются из ежемесячного дохода на человека. То есть, если в сухом остатке человек зарабатывает не больше 11 тысяч с небольшим, то тогда можно рассчитывать на пособие от государства. Плюс семейный бюджет 6138 рублей. В Рязани области на пособие подали документы почти 8 тысяч женщин. Если заявление подано в течение 30 дней с даты постановки на учет, то пособие будет выплачено с месяца постановки на учет, но не ранее 6 недель беременности. Если заявление было подано позже, то выплаты начнутся с месяца подачи заявления. Выплаты производятся с 12 недели беременности и до окончания всего срока беременности. Пособие назначаются с учетом комплексной оценки нуждаемости. Заявление можно подать через госуслуги. Там же вопрос о пособии детям с детьми от 8 до 17 лет. Выплаты тоже начисляются, исходя из дохода семьи на человека. Расчет тот же. Если меньше 11 тысяч с копейками, заявление можно направить. Также через госуслуги. Размер выплаты зависит от доходов семьи и составляет 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка. Заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней. В отдельных случаях максимальный срок рассмотрения заявления может занимать 30 рабочих дней. Уведомление о принятом решении поступит в личный кабинет на портале госуслуг. Заявление этим можно подать и лично. Притом сделать это можно как и в самом пенсионном фонде, так и в МФЦ. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин